Мошенники, аферисты, фармазоны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не, а так, что-то так читал, так слышал, но опыта не было Не было, а понимаете вообще, как работает эта сфера? Как здесь все зарабатывается? Ну так, приблизительно Ну мы что-то покупаем, оно потом становится таким классным, классным И потом, когда оно стало классным, мы это продаем Ну то есть, да, дешевле купили, дороже продали, да, совершенно верно То есть, главное просто вовремя это все делать, вовремя покупать дешевле, дороже продавать тоже Ну да, да, да Да, торговля классическая, то есть, ничего трудного нет, как на рынке Овощи и фрукты продают тоже подешевле, подороже Ну да Акции, да, акции, думаю, акции хоть знаете, да? Указывает компания свои акции Акции, да, акции я знаю Ну вот, того же Коскома, Кирлухо, Лагитас, Гугл, вот это вот все Будем покупать дешевле, дороже продавать, вот так это все работает Ну, неплохо так работает это Я вот, мне так интересно стало, думаю, что оно Да, что это, ну, работает, я практически без работы Вы сейчас говорите без работы? А? Безработный вы говорите или что-нибудь? Ну да, вот же, временно безработный Уволился, уволился Уволился В крещения попали? Не, не, не Нет, у нас компания закрывалась и нас всех уволили Ищу себе другую работу, да Я понял, понял А кем работали вообще? Что за компания была? Экспедитор Как еще раз? Экспедитор А, экспедитором работали, понял Да А вы вообще трудились в этой сфере? Ну, лет 10 лет, да, проходил сам Не меньше, наверное Восемь, 10 лет, и вот так вот компания с ничего закрылась Это, конечно Да Вот именно Вот именно сейчас, знаете, в такой вот ситуации, когда у нас эта пляска, насколько выросла уже, думаю, следили за ростом цен, на вас повлияло вообще она, как вы считаете? Ну, у нас вместе с ростом цен у нас зарплаты так тоже неплохо бы расстали Ну, да Зарплаты? Потому что мы, собственно говоря, как компания и продавали то, на что, собственно говоря, был рост цен А что вот именно в ваши обязанности входило? Что вы делали? Чем занимаетесь? Ну, я сопровождал груз, обеспечивал сохранность, обеспечивал четкую передачу документов Следил, чтобы с водителем ничего плохого не случилось Ну, и все сопутствующие эти факторы Угу, понял, понял Ну, это довольно-таки у вас ответственная работа была? Скажем Ну, да На ваших плечах все, оно было, конечно, ответственность Я понял Чего? Сейчас без работы, так А давно, напомню, тебе без работы вы уже? Я где-то, по-моему, трех недель Три года уже не работаете? Три недели А, три недели Угу, понял вас, понял А что у вас сейчас, вот по поводу дохода основного Кем он у вас, как у вас А у меня подушка Это, как его Ну, да Амортизационная денежная подушка Я еще могу года два вообще никуда не устраиваться и неплохо жить Ну, дело в том, дело в том, что она же когда-нибудь закончится Ну, вот, да, совершенно верно Именно поэтому вы обратились к нам Чтобы, опять-таки, эту подушку безопасности Чтобы она не закончилась Конечно И на работу, в принципе, чтобы не выходить больше в дальнейшем Так А у вас же А у вас что, не работают? А что еще раз? У вас не работают? Ну, кто не работает? Вы не даете работу? Кто не даем еще раз? Работу В плане, кем работать даем? Ну, хоть кем Каким-то Ну, что-то вы говорите С вами работать не придется А как? Я имею в виду, Егор То, что вам работать в дальнейшем В принципе, ну, не придется В том смысле, что у вас будут деньги всегда постоянно Ваша подушка безопасности Опять-таки, ваш счет будет развиваться инвестрационный И вам, в принципе, работать в дальнейшем Можно не работать Я вот это имел в виду А откуда она у меня возьмется? Ну, как? У вас же будут два счета инвестиционного Вы же к нам обратились именно с инвестициями Связано, так? Возвестиции Так, вы мне скажите А я вообще не буду ничего делать? Просто вот с утра до вечера Буду на диване лежать А у меня деньги сами будут скапливать? Смотрите, как это будет в зависимости Смотрите У вас будет ваш личный счет инвестиционный И мы с нашими средствами даем полное сопровождение В этой твере Чтобы было понимание, что еще только одна купить А что вы когда-то продать? Опять-таки, те же акции Как вы ранее уже говорили Акции, да? Компанию вот Газпром Возьмем первую Купим сегодня За 150 рублей Единственное о том, что они у нас буквально за 200 рублей За 300 рублей повышаются Мы на курсе зарабатываем Кто повысится? Давай еще раз Кто повысится за 300 рублей? Рост цен повысится На какие? На какие? На какие? Ну на какие акции повысится рост цен? Я вам пример навожу Как мы будем зарабатывать А, то есть Это вы Это вы, так можно сказать Размечтались Что на какие-то акции Повысится рост цен? Чтобы у вас понимание было Я вам уже понятно Как это будет происходить А, это вы Это вы мне На пальцах рассказываете Я понял Чтобы вы понимали Как это происходит То есть Возьмем компанию Тот же Аэрофлот Вы созвонили С вашим наставником Удобное для вас Собоих время Согласовали его Опять-таки Он нам говорит Егор Сегодня заработаем На компании Аэрофлот Почему вы спрашиваете? Да, опять-таки Потому что Воздушное пространство Было закрыто И акции Аэрофлота Продешевели Так? И мы их дешевле Купили в этот момент И у нас есть информация То, что небо Завтра раскрывается Соответственно Егор Что произойдет? Как вы думаете? Ну, если небо Открывается То этот Аэрофлот Начнет сейчас Опять Летать Туда Сюда И компания Начнет опять Зарабатывать То есть Так, что Мы их продаем И успехно Зарабатываем На этом Не-не-не Подождите Они же не сразу Заработают Тут только небо Открылось Они все уже Сразу что Вам денег Денег Накопили Нам надо еще год ждать Пока они там все Эти билеты продадут Пока они потом Да Деньги все скопят Целый год надо ждать Смотрите Егор Ну и как Какой Егор У нас сделки Недолгосрочные Ни на год Ни на два У нас минимум Это четыре дня То есть Буквально вот сегодня Акции выросли Мы заработали На росте цены Ну это как с валютой Даже работает Знаете Ну Не знаю как Еще пример довести Это не год Не два Как это Так они же Что Вот Если так То они же Еще вот Так Ну Не успеют Они Как это Не успели Сам фактор Того Что Акции Пойдут вверх На фоне того Что небо Открывается Компания Начнет работать Из-за этого Акции Вверх На акции Много факторов Влияет Понимаете Смотрите Вот у нас Во дворе Вот когда Снег Вот Еще только Начали Первые снежинки Падать У нас во дворе Так у нас Дворникам За это Приплачивают За зимнее Время 27 По моему Процентов Ну пока Вот первый Снег начал Падать Им еще ничего Не платят Вот когда Они уже Начнут Убирать Когда они Выйдут Целый Снежный Месяц У них Будет Тогда Им уже Начнут Что-то Платить А мы По факту Затем Платить Они конечно Хитрые Они могут Там конечно Истерики Замастырить Доплатить Что-нибудь А у них Не получится Нет У нас ТССЖ Очень строго С этим Егор На фонд Выринок Работает Немного Иначе Как В жизни Знаете Говорите Вот Дворники Пока Они Затем Работают Это Не так Работает Взять Ту же Марку Нефти Вот Сейчас У нас Прост Огромный За счет того Что Китай Открыл Свои Границы Думаю Вы Об этом Слышали Так Что Уже Опять Так Границы Открыты Они Ранее Закрыты Были За счет Коронавируса Полностью Пропал Сейчас За счет Этого Открыли Границы И у них Идет Большой Спрос На Топливо На Марки Нефти На Газ На Всего Средовоза За счет Этого Идет Потребность На Газ На Топливо И Поэтому Цены Растут Поэтому Будем Зарабатывать На Это Покупая Дешевле Продавая Понимаете Активы Топливо Газ Нефть А мы И газ Будем И топливо Покупать Да У нас И четыре Основных Направления Это Серьезно Это Валютная Пара Да Товаросырьевой Рынок Криптовалюта И фонд Оно У нас Не Бахнет Что Еще Раз Оно Оно Газ Оно И Бензин Оно Топливо Оно Не Бахнет А как Оно Бахнет Что Вы Имеете Ввиду Да Как Бахнет Уже Не Знаете Как Газ Бахает Полдома Нет Ну А как Покупать Идея Так Вы же Не Физически Будете Его Покупать Это Все Будет У вас Приложение А Как Осторожитель Осторожитель А Много Его Надо Брать Что Еще Раз Много Его Кого Его Газа Ну Да Его Ну Да Газа Газа Вам Ваш Осторожитель Более Подробно Подсказывает Я вам Просто Примерно Вожу А Ну Да Ну Я Понял Я Понял Да Ну Девятый Я Закупаюсь На Какое Это Время Газом А Потом На Европу Его И Продаю Да А Потом На Вашем Ситу Торговой Площадке У вас Там Две Кнопочки Зеленое Купить Красное Продать То Время Купить Дешевле Дороже Вовремя Продать Соответственно Райца Заработать С этого Всего Понимаете То есть Ищи Вам Трудного Незачем Банкротство Ничего Такого С Кем Дружу С Банковской Структурой Дружите Ну У меня Нету Таких Друзей Нет Нет Я имею Ввиду С банками Не ссоритесь Возможно Кредиты Берете Вы Плачиваете Ли Вовремя Вообще В принципе Да Я Брал Кредит Я Все Выплатил Дочь Захотела Мне Должен быть Только Последний Айфон Вот Сейчас Последним Она Не может Ходить Ну Выплатил Что Батя Батя Да Пока Батя живой Пока Батя Работает Пусть Себя Побал Девочки Так Понял Хорошо По поводу Арестов По счетам Банкротства Это не Провал Не сидел Вообще С этим Мне повезло Не сидел Зам Начальника Прикрыли А мне Вообще Комар носа Не подточит Потому что Я всегда Честно Все Груст Ничего Себя Не беру Все В дороге Арестов Никаких Сроков Тоже Никаких Я У меня Все Хорошо Я понял Отлично А Микрофинансер Организация Не обращались Куда Микрозаймы Микрозаймы Не брали Не Ну Не Ну Это что Кто берет Микрозаймы Те Которые Ну прям Совсем Деньгами Прикрутил У меня нормальная Зарплата Была Такая Хватала Ну Конечно Не Чтобы Тут Черной Икрой В потолок Плевать Ну Все Нормально Как люди Жили Не хуже Чем у всех А Сколько Кстати Получалось Сколько Ваш труд Был оценен Вообще В принципе Ну У меня Выходило 120 120 Вы Сколько Вы Сами Дополнительно Сколько Вы Хотели Зарабатывать То есть Вот так Чтоб Вообще На работу Не ходить Ну Это Ссора Ну Для начала Вот 125 125 Неплохо Ну Пять Еще Так Совсем Этим Нарабал А Вы Как Холост Или У вас Семья Детям Не У меня Все У меня Жена Есть У меня Две Девки Подрастают Вообще У меня Бабья Дома А Понял Вас Ну Тогда В любом Случае Деньги Нужны Будут Инвестировать Нужно Будет Да С Девчанами Не Не Соскучишься Конечно Конечно Я понял Скажите Мне Егоров Вам Полных Лет Сколько Вообще 42 42 Года Понял Вас Понял Да Сколько Можем Этой Пере Утерять Вот нам Потребуется Всего лишь 25-30 минут 20 раз за неделю На начальном этапе Сколько Сколько Минут 25-30 минут 25-30 Легко Легко Все Отлично Вот таким вот Настроем Егор Все в жизни Получается У людей Да Согласны За мной 20 минут День Легко А если Леги Чемпионов Нету То Еще Даже Леги Чемпионов То Еще Можно Часа Полтора Да Футбол Дело Святое Конечно Понимаю За кого Кстати Болеете Я Месси Уважаю Месси Уважаю Я тоже Кстати Ну и За Булыкина Конечно Тоже У нас ЦСК ЦСК Ну Месси Конечно Круче Чем Все ЦСК Включая Даже Охрану Стадиона Мне кажется Он их Мне кажется Он их всех Обмотает Если Вот Выстроить Все Все ЦСК Выстроить Вот так Перед Месси Месси Обмотает Их Всех Месси Всех Конечно Обмотает Я с вами Согласен Ты же За Месси 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 Да 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 Я же вам Говорю За Месси Конечно А он Красавец Да Как он На этом На чемпионате Мира Туда Мяч Получает И ЦСК Смещается Налево Он всегда Налево Смещается Вот Я не знаю У него Наверное В вечной Жизни Все Хорошо Постоянно Как только Возможно Сейчас он Ранее 19 Был А он На новый Смел 10 Вы За Басу Болеете Да Ну Можно И так Сказать Да Басилона Конечно Да В городе Вов И вот Это В 2015 Она вообще Все Выиграла Все Басилон Выиграла Вот Куда Не вылез Да Все Выиграла Вот Все Где Не участвовала Все Выиграла Мне кажется Если она Даже Спорт В АТО В том Году Играла Она И в Спорт Лоповый Все Возможно Ничего Не получаю Ничего Не даю У меня Замкнутая Система У вас Конкретно Цель Это Так Скажем Подушку Безопасности Дали Распевать А Чтобы Лени Не Заканчивались Верно Не Ну Мне 42 Года У меня Семья Жена Конечно Работает Но Надо Тоже Как То Что То Делать Что Деньги Печатный Станок Еще Не Еще Не Пока Нет Печатного Станка Надо Зарабатывать Любые Деньги Могут Закончиться Он Даже Сейчас Абрамович Перестанет Работать И у него Деньги Закончатся Она Конечно Не Такие Расходы Как у Абрамовича Но Надо Короче Работать Чего Дома Сидеть Конечно Да Можно Дополнительно Зарабатывать Уделять Полчаса Два Раза В неделю Я думаю Это Неплохо После того Чтобы Ну Так Только Только Так Чтобы Не Перетужаться Так Чтобы Сильно Как Раб На Галерах Это Не Мое Я Понял Егор Вы Мне Скажите В принципе Вам Все Интересно Все Понятно Попробуем Может А Что Мне Попробуем Давайте А А А Сколько Зарабатывать Зарабатывать Нет, нет, слушайте, Егор, это, так скажем, сумма, с которой вы почву прощупаете. Конечно же, до сих пор вам не обиделся. Жду мне щупать. Я жду вам, почва щуп, мне надо сразу зарабатывать. Да, вам, смотрите, это сумма для активации вашего счета инвестиционного. Нет, ребята, не, 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 не. Я пока вашу почву буду щупать, у меня остальные деньги просто прожру. Нет, 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 вы не поняли, это буквально сегодня, вот две-три сделки вы открываете, и далее уже вам наставник говорит, что нужно сделать для того, чтобы зарабатывать такой суммы, прийти, которую вы хотите, понимаете? А что, сразу нельзя так, вот, сразу. Смотрите, мы сначала с нами счет активируем, а далее уже, вот буквально сегодня, вы уже будете его развивать далее, то есть вы не будете годами его развивать, нет, в любом случае 9 тысяч, вы не будете торговать 9 тысячами годами, это только сегодня, вот. Далее мы уже с нами будем... А, ну а можно сегодня... ...на этот уровень? Ну а можно сегодня, так, ну, чуть-чуть побольше, там, хотя бы 35 тысяч, там, 36 тысяч? Просто, именно сейчас нужно счет активировать, а далее уже дополним его, вот так это работает, понимаете, Егор? А, это типа как, это типа как лаучер, да, на пополнение счета? Нет, 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 не совсем, вы просто свой счет активируете, вход на биржу, да, знаете, как это работает, то есть, как на Америке, на западных биржах, чтобы войти, нужно заплатить 500 долларов только за вход, а у вас будет активация, то есть счет, дается 9 тысяч рублей по регламенту нашей компании, вы его активируете, после чего вы просто уже дополняетесь, свой счет развиваете, и чем больше сумма инвестиций ваша, соответственно, тем больше сумма вашей прибыли. Вам ваш наставник уже сегодня подсказывает, как этот счет разбить, просто чтобы начинать с больших сумм, активировать его, нет смысла той. В любом случае, вы только сегодня его активируете, и далее вы же будете продолжать его запополнять, понимаете? Вам с какой сумм, хотите с 30 начать или нет, пойму? Где вы говорите? Давай еще раз. Как вы сказали? Кто сказал? Ну, я не услышал. Я говорю, вы с 30 хотите начать или что? Ну, так хотелось, да, то... Давайте как-то 9 тысяч сейчас вот активируем, а далее уже будем развивать ваш счет далее. Ну, давайте, давайте. Я же против вас-то не буду говорить. Ну, я вам просто как профессионал более говорю, как будет лучше сделать, понимаете? Угу. Чтобы вы, так скажем, поняли, как оно работает, и далее уже развивали ваш счет. Вы не будете годами не переживать, только сегодня, далее уже развивать будем. Скажите, вам данная сумма как доступна? По карте или как? Да, на карте, да. А вы каким будете банком активно пользоваться? Каким будете пополнять ваш счет? Каким банком буду пользоваться? Ну, да, каким активно пользуюсь? Ну, наверное, Альфа. Альфа-банком пользуетесь? Да. А помимо Альфа-банка, там Пербанк, Тинькофф, ничего такого? Нет, ничего нету. Да я вообще Тинькофф не люблю какой-то. Тут Альфа-банк, он недалеко от меня, две улицы, если так, наверное, скосок перейти. Я приду хоть скандал какой-то строить, мол, в Альфа-банк. А в Тинькофф куда мне? По скандале даже нечем? Поддержка, трубку кладет сразу, наученная уже. Конечно, Егор. Я вас услышал, слушайте. Скажите, вам сейчас, будем тогда что делать? Вам данная сумма доступна по карте Альфа-банка, так, то есть? Ну, на Альфе, да, да, есть. Так, тогда что делаем? Сейчас будем продлить регистрацию вашего счета инвестиционного. Я буду помогать, подсказывать, то есть будете регистрацию сами проходить, конечно же. Я буду струклировать просто, подсказывать. Хорошо? Что будете делать? Подсказывать вам, что заказывать. Все данные будете сами вводить, то есть, не переживайте. Регистрацию сами будете проходить. Вашего счета личного. А это, где, мне куда-то ехать надо? Нет, мы сейчас с вами будем его проходить. Скажите, вы ватсапом пользуетесь? Ватсапом? Сейчас... Ну, да. Пользуюсь, да. У вас здесь сейчас доступ к интернету имеется? Да. Имеется, отлично. Тогда сейчас что делаем? Вы ватсап заходите? Сейчас. Я вам в сообщении написал ватсапе. Меня на громкую связь поставьте сейчас, хорошо? Да, давайте так, чтобы мы громкоем. Вы как с телефоном дружите, но вы на «ты» обращаетесь? Ну, обычно даже не на «ты», а на «ты» козел. Я понял. Неплохо, слушайте. Я вот там написал ватсапе, пришел сообщение вам, да? Да я вам уже ответ отправил. О, неплохо. Я вам отправил форму регистрации. Вот, перейдите по ней. Это форма регистрации вашего кабинета. Где-то на нее надо пальцем натыкать. Да, просто нажимай, то есть. Да, совершенно верно, форма регистрации, то есть. Так, форма и содержание регистрации. Да, так, альфа-регистрация. Альфа-банк. Написан? Зачем эта форма? У меня же есть приложение Альфа-банка. Это, вы не поняли, это отменный пункт. То есть вы будете сейчас конвертировать валюту ваш, так как мы будем с вами торговать в долларах, номеровым рынком нужно конвертировать валюту. Это отменный пункт. То есть обычная педвалюта, не знаю, как это происходит. А курс там у вас какой? Что еще раз? Какой курс? По какому курсу менять будем? Или что? Да. У нас на сегодняшний день. Он тут, он тут, вы, он тут вас, к примеру, выгодный? Ну, на сегодняшний день у нас сейчас, как это, сумма инвестиций ваша будет чуть выше 120 долларов. То есть 120 долларов это будет... А по какому курсу, по какому вы меняете? По курсу Центральной банкротерской федерации, соответственно. А там какой сейчас? Сейчас 88 будет. 88 будет. 88 рублей за доллар? Да, верно. Они пошли бы вы с таким курсом, вместе с Центральным банком. Почему? Хапуги. Югор. А что произошло? Даже и разговаривать с вами не хочу. А что случилось-то, я не пойму. Нормально же общались. Алло. Алло, Югор, да чего я вот руку бросаю, я не пойму. Вы не поняли. Ну, я не понял. Мы будем валюты менять, у вас сумма инвестиций 9000 рублей, это чуть выше 120 долларов. А вы там вообще самцы попутали мне по 88 рублей, доллар предлагать? Да вы не поняли, мы не предлагаем, вы будете покупать. Егор, вы можете сейчас не горячиться? Нет, не могу. Можно 75 рублей на сколько? По 75 рублей. Какое, из 75 рублями тоже пошли бы. Вы меня беспокоили постоянно. Егор, а вы по какому курсу хотите обменять, я просто не пойму. Вы бы, я сейчас смотрю, курс тут у меня русским по белому написано. 75 рублей 15 копеек. Я вам говорил, что мы будем свои валюты менять, торговать в долларах, помните? Ну да. Вы просто поменяйте, вам бонус, вам от компании еще будет значительно 20 долларов сверху, понимаете? А что вы мне на таких лошадиных курсах валюту продаете? Да я вам ничего не продаю, это отмен валюты, вы будете менять... Купюры ломать будете, я так чувствую. Нет. Ну смотрите, мы с вами адекватно общались, верно? Что еще раз? Обещаете? Обещаю. Все нормально будет, не переживайте. Что вы на самом деле, да? Не, ну вы вообще, конечно, вообще такое мне тут сказать, я чуть не протрезвел. По 88, столько, все утро занимался, и все утро на смарку. Стою такой, не в одном глазу практически от вашего курса. Мне обидно, конечно, столько потратил ресурсов, и чтобы потом от вас это все услышать и весь хмель на смарку. Я вам назвал сумму конкретно вашей инвестиции, это чуть выше 120 долларов она будет у вас. Если брать сумму нашу, с вами, 8, 900, да, или 9 тысяч рублей, мы сразу так скажем, это у нас будет чуть выше 120 долларов. А по какому курсу мы будем менять? По курсу, какой у вас там сейчас? По курсу Центральная Банка Российской Федерации. Ну, так, ну хорошо, тогда вот сейчас по такому курсу я, наверное, согласен. А что вы сразу не сажали? А как это не сказал? Я мастер, потому что у нас сумма ресурсов 9 тысяч рублей, то есть это чуть больше 120 долларов у вас будет. Да. Егор, давайте счет зарегистрируем, возможно, уже, а? Так у меня есть счет в Альфа-банке. Вы не поняли, не карта ваша и все в этом роде. Мы сейчас будем обмен валюты производить. Ну. Ну, ваш личный счет, это обменный пункт. Личный счет, да, нет, в обменном пункте, так он... И инвестиционный счет. Вы же меня путаете поставить. Я не понимаю, он инвестиционный, либо он обменный, либо он, какой у меня счет? У меня счет вот, вот есть, у меня номер счета, все у меня вообще есть. Я понимаю, что у вас есть. Я клиент Альфа-банка. Это конкретно, смотрите, как это будет происходить? В 90-х году. Я вас услышал, я вас услышал. Это ваш счет, понимаете? Я за мой первый еще, вот она только открылся, в этом самом, поселке Альфа-банк. Я по часам первый. Я там где знаю. Мы сотрудничаем с ними банком. Я там что хочешь могу поменять. Если с Альфа-банком, то вы со мной, вообще, у меня проблем не будет. Обращайтесь, я вообще, даже, любые вопросы решу. Егор, дорогой мой человек, послушайте меня. Я вам конкретно предложил обменный пункт для сотрудничества со всеми банками Российской Федерации. То есть, какой для вас был бы лучше, а для обмена вашей валюты, понимаете? Я же сказал, Альфа-банк. Именно поэтому Альфа-банк не предложил. Это будет ваш личность, он и счет. Вместе и навсегда. Верно. Вместе и навсегда. Потому что я понял, что вы, как бы, хорошо к этому банку относитесь. Проблем нет никаких. И они ко мне хорошо относятся, я могу всегда прийти туда и, в общем, поговорить так, по душам. Все девочки у меня там знают в вашу банку. Ну вот, отлично. Давайте еще тогда регистрировать. Это ваш инвестиционный счет будет, как обменный пункт просто. Вот здесь будут все ваши активы. Я хочу регистрировать, если у меня уже до вас все зарегистрировано. Егор, инвестиционный счет. Я вам ранее говорил, помните, инвестиции, он будет не инвестировать с вами. Это будет инвестиционный счет. Вы сказали, что это счет для обмена валютой. Ничего не понимаю. Вы будете, смотрите, у вас будет там валюта ваша в долларах храниться, правильно? Ваши активы. Ну, а ваших активов. То есть, у вас там будет общий баланс ваш. Это все ваши активы, которые у вас есть. У меня и долларовый счет есть, у меня все есть. У меня и евровый счет есть, у меня даже юаневый счет есть. Это будет... Я понял, это инвестиционный счет. Перед самым этим заварухой я вообще в Китае ездил, экспедитор. У меня даже юаневский счет есть. Вы никогда не были в Китае экспедитором? Нет, я последний раз на Бали был только. Где? На Бали был. На Бали. За Бали? На Бали. На Бали. И как там? Вот. Да неплохо, впечатлило нормально. Водопад Синингуан красивый такой есть. Ну я как отдыхал в отеле, кстати, отель у меня был, он был связан конкретно с японской культурой, Меркурий Кута называется. Тоже такой отличный отель. Поэтому, ну, мне призы понравилось, не знаю. Понятно. По поводу вашего счета, Егор, по поводу вашего счета, понимаете? Как это происходит? Я вам предложил, мы сотрудничаем со всеми банками Российской Федерации. То есть, если вам выгодно входить открыть счет, у нас именно Альфа-банк. То есть, я предложил Альфа-банк. Инвестиционный счет. То есть, у вас есть долларовый счет, рублевый счет, то есть валютный счет. А я вас это услышал. Это конкретно инвестиционный счет. Мы с инвестировать будем, понимаете? Ну уж, нет, не понимаю. А это какой? Там же как-то по-другому доллары хранятся там? Перекладывается чем-то? Давайте сами регистрацию, регистрацию. Пройдем, вы все визуально на все посмотрите. Прокерский счет. Прокерский счет. Давайте. Давайте, да. Я же так, ну, мне куда надо в свое приложение зайти? Нет, нет, я могу сформулировать в форму регистрации. Будем регистрировать вам файл, он еще день, день инвестиционный. Я вот сейчас, я понял. Я вот если свое приложение сейчас зайду, то вот у меня, смотрите, у меня 0 долларов в текущий счет. Вот по рублям есть текущий счет. Плюс кредит, одобранный на любые цели. Плюс внизу, так, валюты, металлы, можно поменять. Валюты, китайский юань, доллары США, евро это, металла можно купить, голода, серебро и даже платину можно купить. И вот здесь среди счетов еще есть инвестиционный счет. Ну, тут, он тут, там еще даже в драгметаллах есть. И вот инвестиции. Это здорово, Егор, это здорово. Я вам что говорю, это отечественная биржа. Понимаете, как это отечественная биржа? Или не понимаете? Ну, свое такое... Как это? Высшие пробы. Это наше, да, верно. Это наше. То есть, у нас есть санкции, да? Что это значит? Санкции, что это значит? Опять, то, что большинство наших компаний, западных наших соседей, ушли с нашего рынка. Именно поэтому здесь сейчас торговать невыгодно. Если будем торговать на мировом финансовом рынке, где у нас есть больше инструментов. Если это тот же валютный, где у нас есть, в общем, 44 валютных пар, в принципе, то наше, вот, куда вы зашли только, что там только 11 валютных пар имеется. Всего лишь, напросто. Ну, зачем мне столько валютных пар? Ну, зачем мне столько? Ну, как я буду с ними... Это я вам примерно... Это я вам... Не, сейчас... Я буду все подсказывать. Вы мне сейчас напихаете, как у моей Нинки, обуви. Полный шкаф. Открываю шкаф, мне туфли на голову падают сверху. Нагромила, столько обуви, что нас столько не сносит. Блин, что сороконожка, столько обуви нагромить. Мы же говорим о перспективе, понимаете. Тем больше у нас инструментов, это же логично, тем больше у нас будет сумма заработка. Как мы будем торговать на этой пирже, где мы, в принципе, не сможем много заработать. Нам это интересно, разве? Мы же сами хотим... Ну, я золото, наверное, запустим. Золото я прикупил бы так. Так можно в изделиях, можно в коронках зубных. Прикупите, я не против. Я не против, вы можете его прикупить. Так и что, здесь на отечественном рынке мы не торгуем. Мы торгуем на мировом рынке. Именно поэтому... Как это, Альфа-банк не торгует на отечественном рынке? Вы о чем говорите? На мировом, на мировом он не торгует, на мировом. Ну, так Альфа-банк, ну. Ну, все хорошо, так это же Альфа. Мих, сколько денег, знаете? Мы обратились, понимаете? Мы обратились в Тинькофф инвестиции, понимаете? Ну, Тинькофф же тоже отечественный банк. Все. Верно. Вы обратились к нам. Я вам предложил обменный пункт валюты. То есть, ваша банка, где вы будете валюту это менять, это ничего, то есть, такого не значит. Вы просто поменяете вашу валюту на ваш счет. Не, ну... Прямо сейчас придут уже эти деньги. Ну, поменяю, и что-то наше такое, российское, куплю. После чего куплю. Сейчас он как раз... Купите. Да. Газпром в седавцине. Рост нефти куплю. Всегда сня, верно. Купить. Я не против. Ну, там, на мировом рынке, там, мировая валюта, это доллары у нас с вами, Егор. В сухой пустыне воду найдет. Егор, если вас смутил обменный пункт валюты, я не пойму, могу вам другую форму регистрации отправить, если вам какая-то другая по душе будет. Мне не важно, при этом вы садитесь со всеми банками, понимаешь? Такая... Ну... Я опять там говорю, то, что у нас там мало инструментов, мы не сотрудничаем на нашем отечественном рынке. Нам не выгодно это. Ну, это вы тогда... Вы тогда просто не умеете, наверное. Я понял. Так это не умеем. Так это не умеем. Я тогда сейчас в офис, в этот Альфа, скажу, тогда, может, девчата мне что подскажут там с этими инвестициями. Егор, вы издеваетесь? Вы с вами потратили уже около часа времени на то, что вы сказали, что вам не умеем или что? Так, а вы... Ну, у вас же сам этих инструментов нету, ни кирки, ни лопаты. Так, вы или издеваетесь, или я не пойму, Егор? Вы сами не умеете лигать? Вы что такое говорите-то? Ну, вот вы отечественная компания, и на отечественном рынке не работаете. Ну, вы как вообще от своих? Вы ходите по дому и на всех, на своих семью внимания не обращаете. Егор, если вы хотите на отечественном, будем на отечественном. Нам нужно сейчас, например, за лист пять вам счет. Давайте тогда, вот, все, я сейчас открою инвестиционный счет у себя тут в этом... А, у меня же открытый инвестиционный счет. Я же вам показывал, что-то есть? Мы... Егор, мы будем торговать на веру в рынке, там тоже есть акции, это больше гостров, просто там у нас больше инструментов будет, давай, понимаете? А, это где? Больше активов больше. Это где? Где? Где у нас? Где у нас? А, так вы из этих, из буржуев, да? Так, это из буржуев. То есть вы не из России, да? Мы, если не из России, где у нас, с вами будет больше инструментов. Ну, говорите, у нас на мировом рынке, у нас. Так, ну, в России так не говорят. Декор, ну вы издеваетесь ли что, дорогой мой человек. Я говорю, что у нас будет, там, мировой рынок, понимаете? Больше инструментов там у нас там будет. А мне, зачем этих, много инструментов? Мне надо купить там чуть-чуть этих акций. Ну, вы же хотите, и что вы, много заработаетесь, чуть-чуть акций купите? Хорошо. А мне же много надо. Тысяч сто двадцать пять, ну, ну, сто тридцать метод. А как вы заработаете тысяч сто двадцать пять на Газпром акциях? Ну, за сто пятьдесят рублей купите, пару штук и заработаете, что на нашем рынке идите? Не по себе. Вы, что такое мне говорите? Вы видели хату этого Грефа? Греф на Газпром акциях? Вы видели сцену? Сотни миллионов заработал. А я не могу сто двадцать тысяч? Если будете сами своеводействием заниматься, заработаете, думаете, или что? На Газпром вообще все зарабатывают. Тут Газпром, каждый, кто присасывается к этому Газпрому, смотришь, у него уже машина другая, они уже все, он уже с окраином в центр переезжает, у него уже здоровается так. С высока. Мне кажется, только купить акции Газпрома и сразу все покатит. Фарт и мать. Нет, не так все работает. Ну, если бы это так было, что люди бы уже миллионер в Италии, разве нет? Если бы все купили просто... Нужно понимать, когда их вовремя покупать. Именно поэтому мы даем полное сопрождение в этой серии. Я еще раз говорю, Егор, я с вами просто тратим время в пустую. Вы будете с вами регистрировать счет или как? Так у меня уже... Ну, давайте... А чего вы не хотите вот на... Вот у меня валюту поменять, я могу. Так у вас там даже нет ничего. Ваши аналитики будут совместить торговать. Так подождите, вы же... Нет, я не пойму. Вы мне сбросили... Вот написано Альфа-банк. И у меня есть Альфа-банк. Это у вас какой-то другой Альфа-банк? Не Фридмановский, нет? Как это другой? Как это другой? Нет. Ну, как такой же, только другой. Можно произвести обмен валюты, Егор. Вы не понимаете или что? Ну, так у меня же есть Альфа-банк. Давайте в нем и менять. Зачем мне что-то где-то... Это тот же самый, значит, у меня можно поменять. Как это будет происходить, Егор? Я вам еще раз говорю. Это обменный пункт. Ваш личный... Ну, я понял. Что думаете? Я не знаю, что такое обменник. Алгоритм действий, Егор. Наш алгоритм. Для вас будет. Да, да, да. С вашим наставником. После чего для вас он подберет площадку. И вы будете торговать. Активой, понимаете? Если это валютная, вы будете торговать на валютной площадке. Если фондовый, на фондовой площадке, понимаете? Ну, я понял. Где у вас таксы будут? Ну, вот. Именно поэтому нам нужно сейчас свои произвести обмен валюты. Ну, да, да. Давайте, давай, зарегистрируем еще. Ну, да. Понял. Так вот этот Альфа-банк, который вы мне сбросили, это тот же самый Альфа-банк? Те, которые все знают? Или это какой-то особый? Конечно, тут же, ну, это... Ну, так давайте тогда у меня, что я в этом браузере буду это все сделать? У меня удобное приложение, антроид скачанное. Я там уже узнаю, как оно работает. Хорошо, давайте, давайте. Нам нужно сейчас будет произвести обмен валюты. Понимаете, как это? Нужно у кассира будет запросить рекомендиции. Ну, 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 да, да, вот там у меня сейчас показывал, там можно и юаня купить, и доллары, у меня все можно купить там. Нет, 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 не так, нет, нет, ни в коем случае нет. Там, вы не поняли опять. Почему не так? Там нужно, значит, пройти регистрацию. Там все купит. Давайте вы... Я вам покажу просто, может, вы не знаете. Там все можно купить. Давайте пройдем регистрацию. И вы, например, это чет посмотрите без... Я вам поставлю форму регистрации, Егор, я вам еще раз говорю. Егор, Егор, дорогой мой человек, вы сможете поменять у вас валюту на вашем отечественном, да, на нашем, да, на вашем приложении, опять-таки, Альфа-банком? Ну да нет, вы же сразу не спросили, ну, конечно, могу. Но вы не можете торговать там, понимаете, с нашим наставником. Мы там не можем торговать с вами. Нам не выгодно торговать на нашем рынке сейчас, это невыгодно у нас делать. У нас есть заработка сейчас, мы на мировом рынке. На Альфа-банке не сможем торговать, нет? Не сможем. Точно не сможем? Точно не сможем, это отечественный рынок. Это вы абсолютно точно уяснили, что на Альфа-банке мы не сможем торговать. Егор, вы можете покупать там лично сами все, что хотите, но с нашим наставником, вашим аналитиком вы это делать не сможете. Он не заинтересован вас в том, чтобы вы зарабатывали мало, понимаете? Вы там будете мало зарабатывать. И вы там будете торговать на мировом рынке. Так если мы не сможем там торговать, то почему мы тогда там будем держать валюту? Ну еще раз. Ну если мы не сможем там торговать, то почему, зачем нам тогда там держать валюту? Ну не будет, так как это держать валюту? У вас будет ваш личный счет, торговая, торговая площадка. Ну как не буду? Обменяем просто, чтобы в дальнейшем, просто это обменник. Через него мы обменяем валюту, после чего вы в дальнейшем на ваш счет просто конвертируете эту валюту в доллары. А как я буду отсюда? Ну так давайте, если просто обменник, то обменники в Альфа-банке у меня в приложении можно поменять. А потом мы потом перегоним на какой-то счет. А как вы потом это переведете? Понимаете, что такое слив-перевод? Они сейчас недоступны у нас в России. Только через P2P перевод можно это произвести. Person to person. То есть вы даете рубли, он вам дает доллары. Только так. Сейчас мы не сможем, чтобы никак это по-другому произвести. А вот тут из этого Альфа, который вы мне прислали, тогда как я буду переводить? А тут мы это сможем сделать. Я вам еще раз это говорю. Так это один и тот за Альфа. Как это? Там не сможем, а тут сможем. Это же один и тот же Альфа. Это не приложение банка, Егор. Это отменный пункт. Но это один же Альфа, правильно? Значит и тут сможем, и там сможем. Ну это Альфа-банка. Но мы не сможем. Нет, не сможем. Так мы тогда нигде не сможем. Если мы у меня не сможем. Давайте попробуем. Давайте попробуем, не будем тратить тренироваться в пустую дискуссию. Я вам все покажу. Халва в рафинаде, что ее пробовать. Надо еще раз. Если мы там не сможем, если мы в Альфа-обменнике ничего не сделаем, тогда зачем туда, я не пойму, заводить доллары и поморочить голову. Тогда сразу надо с Тиньковым, в общем, работать. С Тиньковым надо работать. Ну, я же вам только что рассказал. Нам нужно, да, я понял. Ну вы понимаете, это не летчик. Как его везите, что я не знаю. Смотрите, Егор. Лев, как-нибудь попробуйте объяснить. Там есть кассиры. Там есть кассиры. Там есть кассиры. Нам нужно произвести обмен валюты. Сто процентов, я их видел. Так. Нужно произвести обмен валюты в онлайн-режиме. То есть мы даем кассиры рубли, он нам дает на ваш торговый терминал уже, на ваше приложение, доллары, понимаете? Нам нужно просто не регистрацию пройти этого счета. А приложение Альфа-доллары? Это не будем, это не торговля в банке. Это не торговля в банке, это не приложение. Ну вот это приложение, это Альфа, то, что вы мне скинули сейчас. Вы имеете в виду приложение конкретно вашей Альфа-банкой или что? Вот именно такой же банк, или что, такой же счет у вас там, где ваши деньги будут отображаться? Или как вы имеете в виду? Ну что вы такой непонятливый? Ну, я так тяжелу с вами вообще. Я даже не знаю. Егор. Как вас на ту работу взяли? Вы мне сбросили. Да ну как это, Егор? Вы просто, вы просто не выяснили, и просто, ну, тоже не помените. Альфа-банк, да. Альфа-банк, да. Инвы. Инвы.ком. Вот я задаю вопрос. Это Альфа-гроуп, вот Фридман, которым кирует, руководит, или это не Альфа? Альфа. Альфа. Это Альфа. Вот. Ну, у меня уже, что я там буду регистрироваться, если я там уже зарегистрирован? Альфа-банк. Верно. Верно. Зарегистрированы. Ну, у вас там нет брокерского счета. Как нету? Как нету? Я вам показал. У меня есть счет инвестиции. Есть, есть, но это отечественная биржа, я вам еще раз говорю. Отечественная, то есть мы здесь не будем, вот здесь на приложении вашего Альфа-банка мы не будем торговать, не будем здесь покупать. У вас будет ваша личная площадка, подобрана вашим наставникам, понимаете? То есть мы в Альфа-банке не будем торговать? Конкретно в Альфа-банке не будем торговать. Нам нужно... Тогда зачем вы мне прислали приложение, вот эту ссылку, alfainv.com, если мы там не будем торговать? Потому что мы сотрудничаем со всеми. Я вам могу отправить форму регистрации от деньков, понимаете? Это не важно. Просто я вам сказал, что вы деньков как-то не сильно любите, насколько я понял. Я вам сказал, что вам нравится. То есть Альфа-банк, чтобы у вас не было каких-то проблем. Понимаете? Это обменный пункт. Нужно произвести обмен валюты. Так мы валюты будем менять в Альфа-банке? Если хотите, сейчас вам Сбербанка по регистрации отправлю. Хотите? Ну а зачем мне Сбербанка по регистрации? Это нужно будет всего лишь обменять валюту, Егор. Не более. Обмен валюты произвести. Ну мы валюты будем менять в Альфа-банке или где? Для того, чтобы сделки открывать, нам нужно валюту обменять, понимаете? Вы на вашем счету не обменивайте валюту. Вы только покупаете ее там, чтобы торговать в ней. А мы тогда же ее обменять, чтобы купить активы. Такие как акции за доллары будем покупать, понимаете? Ну конечно же, понимаете. Ну конечно же, понимаете. И нам поэтому нам нужно обменять валюту. Ну конечно же. Нам нужно пройти регистрацию. Ну так если мы в Альфа будем менять валюту? Вы можете сейчас просто регистрацию пройти, а далее уже будем подталкиваться. Мне потом было стыдно в этот замы заходить, в офис, и мне девочки скажут, что ты будешь постоянно тут у нас по 10 раз регистрацию проходишь. Мне было ни за что стыдно, Егор, ни в коем случае нет. Просто регистрацию пройдите сейчас, и все. Так я уже, вы не понимаете, ну как вы не понимаете? Я уже зарегистрировал. Я с 90-х годов. С 90-х годов я клиент Альфа-банка. Вы меня не слышите. Вы меня не слышите. Хорошо, сейчас, Егор. Если вас смущает конкретно Альфа-банк, давайте-ка, мы с вами что сделаем? Финников банк. Вы же здесь у нас регистрация финникова построили, правильно? Ну. Верно? Верно. Тогда пройдем регистрацию отменника Тинькофф банка, хорошо? Вас не смущает Тинькофф банк? Ну, нет, нет, нет. Ну, Тинькофф, нет, ну как, я же говорю, что туда даже и поскандалить-то не с кем. Я это понял, Егор. Вот, в форме регистрации Тинькофф банка, я вас прошу, вот, перед вами прошу. Это отменный пункт, я бы еще раз говорю, нужно пройти регистрацию, регистрацию прошли, там будет кассиры, обмен валюты произвести, там будет общий баланс, доступно к выводу. Просто обмен валюты нужно произвести. А что, вы мне вот сюда сбрасывайте ссылку, у меня прекрасно вот в этом Google Play Market есть приложение официальное Тинькофф и в Русторе, в Русторе есть. Есть приложение Тинькофф инвестиции. А, и что? Ну, там можно зарегистрироваться, что так удобнее будет, просто в браузере, ну, вообще, как-то, вот, что-то это делать, ну, вообще не уду. А так, мобильное приложение, ну, вообще, суперское, там, в крайней мере, в Альфа-банке точно. Я клиент Альфа, вот, уже с 92-го года. Вот даже тогда еще, когда вообще никаких приложений не было, еще вот телефоны были такие, с этими, с трубкой, как кирпичи еще мобильные. Уже тогда, в этих, в красных пиджаках ходили, у меня тогда я уже был клиент Альфа-банка. И в приложении оно намного удобнее. Я понял, у вас, вы не поняли, это просто отменный пункт, его, хорошо, одну секундочку, подождите на линии, побудьте, хорошо? Ну, куда вы? Сейчас, секундочку, секундочку. Алло, Эгварда. Это что? Алло, я думаю, вот, Александр являюсь старшим специалистом, общались с моим менеджером только что. Что у вас не получается, в чем проблема? А он куда пошел? Он никуда не пошел, он рядышком стоит, просто я взял, потому что я более компетентный специалист. Он, просто я смотрю, он полчаса с вами общается, он вам информацию донести не может. Ну, что значит полчаса? Мы уже около часа общаемся. Около часа уже общаетесь, ну вот именно. То есть вы просто забираете время моего менеджера, я не понимаю, что у вас не получается. Поэтому решил с вами пообщаться. Дело в том, что, дело в том, что вот в этих, то, что он сбрасывает, ссылки, все вот это, там у меня телефончик небольшой, и там на экране циферки маленькие. А я еще чуть-чуть сегодня так выпил, у меня вообще-то в глазах резкость, не очень. У меня вот это пальцы, у меня такие пальцы толстые, я рабочий человек, у меня такие пальцы, как сосиски такие большие. И мне вот этими пальцами своими, вот те кнопочки маленькие набирать, ну вообще неудобно. Я вечно промазываю. Я вот, ну вообще, как вот товарищу майору полиции стоять в бане без кобуры. Ну, страшно, неудобно. И мне вот, да, я ему говорю, что вот Тинькофф, он мне Альфа предлагал, у меня есть приложение, у меня на другое приложение Альфа. Там кнопки большие, понимаете, ну и все хорошо, я его знаю, как пять пальцев об асфальте. Давайте сделаем так, смотрите, вам-то нужен личный кабинет в любом случае, чтобы его пополнять. Ну, чтобы вы голову себе не морочили, забивали грунтой и не тратили. Нет, я понял, но это у вас не то приложение, вам нужно приложение другое, на котором вы будете инвестировать. Альфа-инвестиции не подходит. У вас будет Альфа-инвестиции, международный инвестор. Нет, у вас будет называться Альфа-инвестиции, международный инвестор. Там лучше статус, и у вас там больше будет актива. Вы бонус вам еще дается сегодня при открытии счета. Ну, это очень интересно. Вот вы, смотрите, как вы хорошо рассказываете. Вы намного изобразительнее, чем вот тот, который, ну, да, ему было здоровечко. Я зашел в Русторе, давайте, что тут скачивать? Нет, пока скачивать ничего не надо, мы с вами сделаем по-другому. Смотрите, у вас приложение будет доступно для скачивания только после активации своего счета. Активация счета, она происходит, там какую сумму вы обсуждали с менеджером? Минимальную, или вы какой-то большей суммы хотите инвестировать? Да, какую-то там обсуждали, но приложение в Русторе, Рустор же не знает, активировала свой счет или не активировала. Оно же сразу мне доступно. Я вообще могу, только банк вообще могу быть не связан, а приложение в Русторе уже есть, и оно уже доступно. Оно, там все приложения доступны, как Сонечка с Крещатика. Да, да, согласен я с вами. Но именно это приложение, оно же для всех доступно для скачивания. Открывается доступ после активации на сайте. На сайте сначала активируется счет. После этого у вас будет скачивание. И в этой ссылке, на сайте личного кабинета, то, что вам кидал ваш менеджер, я вам просто говорю, если у вас в сайте, и вы не можете зарегистрироваться, мы сотрудничаем со всеми банками. Это есть Динькофф, это есть Альфа, это есть Газпро. Вот то приложение, которое будет доступно, мне искать на сайтах всех банков, или оно где-то меня ждет на каком-то конкретном? Нет, нет, у вас оно просто появится. Я вам это все объясню. Мы забегаем сильно вперед. Нам с вами для начала нужно активировать счет. Нет, мне для начала надо понять. Нет, вы неправильно понимаете. Нет, для начала нужно понять, мы с каким банком вообще будем работать. Видим вам удобно. Вы с какого хотите пополнять свой счет? С Альфа-банком, с Альфа-банком, да, хочу. Альфа-банком. Хорошо, значит будем работать с Альфа-банком. Мы инвестировать, мы на каком банке будем? В Альфа-банке. В Альфа-банке будем инвестировать? Да, только у вас будет другой счет, который называется международный инвестор. Ну что, все хорошо. Да. Так, я заходу на сайт Альфа-банком. Нет, мне нужно. Вы пока не пополните свой счет, у вас не это будет доступно приложение к откачиванию. Смотрите. Ну, у меня... Давайте так, вы говорите, пальцы большие вы не попадаете, да? Да. Вам андроид все расправлял на регистрацию или нет? Да, мне надо андроид провожения для мобильного телефона, иначе никуда не попадаю. Смотрите, вы когда переходите по ссылке, что у вас открывается? Я бы не и вообще не перехожу. Ну зачем мне... Я знаю, что это... Сейчас в браузер пойду, и там что-то мне будет... Я вам скажу. Ну да, вы пойдете в браузер, и вы в браузере на сайт попадете. Правильно. По ссылке люди переходят на сайт. И вы точно так же по ссылке переходите на сайт. На какой сайт? На сайт Альфа. Вот это вам вижу счеты международные... Ну, на сайт официальной Альфа-банка? Да, на официальной сайт Альфа-банка, именно международного счета. Понял. Альфа-банк, так, официальный Альфа-банк, официальный сайт Альфа-банка. Да, альфа-банк точка ру. Заслушаю вас. Дальше. Вы, поэтому вы зашли в Альфа-банк. А вы инвестировать будете идти через банк. Вы будете инвестировать через брокера. А, Альфа-брокер, да? Это две разные вещи. Альфа-брокер? Нет, я вам говорю... Егор, вы меня слышите? Алло. Я вам говорю, вам нужно перейти... Алло, вам нужно перейти по ссылке, которую менеджер вам сбрасывал в WhatsApp. А это что за ссылка? Это Альфа-брокер? Да. Ну, Альфа-брокер... Да, напишу. Альфа-брокер. Смотрите. Вот. Смотрите, мы эту ссылку предоставляем конкретно для наших партнеров именно на открытие счета. Альфа... Альфа-директ показывает. А ту ссылку, которую вы мне предоставили, я не знаю, что это за ссылка. Потому что эта ссылка находится не в общем доступе, она только для наших партнеров. Я же вам говорю, что международный счет открыть не так просто, тем более вот этот Альфа-международный инвестор... У меня подозрительно то, что нигде неизвестно и на сайте официальном Альфа-банка не числится. Мне такие ссылки подозрительные. Мне кажется, вы можете засунуть себе эту ссылку до характерного dot.com. И провернуть два раза по часовой странице. А вы, придурки, два еще не поняли, что вам не удастся развести? Я давно понял. Я с самого первого слова вашего понял, что вы прикрепились и все. Ну и что вы тут роги свои мочите дальше? Придумали тупую схему и решили, что на вашу дурную схему кто-то поведет? Ссылки мне не отсылают. Нет, не придумали. Нет, мне просто было интересно, насколько далеко вы зайдете. Зайду настолько далеко, насколько захочу. Ни дальше, ни меньше. Понял вас. Я желаю вам хорошего дня, тогда приставайте. А вам всего паршивого. Будь проклята ваша работа. Ага. И если не образумитесь, почувствуйте скоро. Не образумимся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин